В Израиле в ближайшие дни начнется массовая вакцинация от COVID-19. Первыми уколы поставят премьер-министру Бенемину Нетаньяху и министру здравоохранения Юлию Эдельштейну. На первом этапе массовой вакцинации смогут ежедневно получать прививки 82,5 тысячи человек. В Министерстве здравоохранения Израиля полагают, что вакцинацию населения можно проводить одновременно с прививанием граждан из групп риска и медработник. Темпы объясняются тем, что с того момента, как замороженные вакцины покинут логистический центр, их нужно будет использовать в течение пяти дней. А запас уже создан солидный. Министерство здравоохранения планирует выдавать израильтянам зеленые паспорта после вакцинации. Документ позволит избежать большинства карантинных ограничений. Владельцы этих паспортов будут иметь доступ к культурным мероприятиям и посещению ресторанов, а также право не уходить на карантин после контакта с носителем COVID-19. Документ можно будет получить через две недели после второй прививки. Зеленый паспорт также позволит летать за границу без предварительного тестирования привитым гражданам. Также будет выдаваться международная карта вакцинации для выезда из страны. 60% израильтян при участии в вопросах указали, что намерены отказаться от вакцины. Больше всего отказников в ультраортодоксальном секторе, где ставят цель добиться коллективного иммунитета. Дескать, большая часть верующих переболеет и обзаведутся антителами. Ну а число жертв вообще не зависит от дел человеческих. В арабском секторе больше тех, кто готов пройти вакцинацию, так как заражаемость в арабских городах и районах Израиля достигла угрожающих размеров. Министерство здравоохранения палестинской автономии сообщило, что Россия поставит в течение месяца 4 миллиона вакцин «Спутник-5». Запланировано, что на первом этапе прививки будут делать медикам, сотрудникам служб безопасности и работникам СМИ, а затем людям из группы «Риска» и остальным жителям автономии. Хамас тоже подключился к дебатам и прикрутил к коронавирусу сделку по освобождению заключенных. Если жители Газы получат от Израиля достаточное количество вакцин, то взамен Хамас согласен освободить израильтян силой, удерживаемых боевиками, а также вернуть тела погибших солдат Сахала Адара Голдина и Урона Шауля, попавшие к ним в руки в ходе военной операции «Нерушимая скала» в 2014 году.